Молодец! Давайте попробуем! Спасибо, что мы последующие! Так, дайверы приветствовали Даниила Руднева. Он из подмосковного города Истра. Впервые погрузился в Черное море. Как рассказывает он сам, дайвингом стал заниматься неожиданно для самого себя. Сначала была реабилитация в бассейне, потом постепенно начал участвовать в соревнованиях. Потом пришли победы, в том числе на областном уровне. Затем с воды постепенно переместился под воду. Первый раз было страшновато, потом освоился. В его водолазной книжке пять отметок о погружении в Истринское водохранилище. Теперь еще одна за Черное море. Мы когда погружались, там очень красиво, но немножко мутновато. Потому что был шторм, и видимость не особо хорошая. Хотел попробовать, как это вообще в открытом море. Потому что водоем это одно, это тишина полнейшая на воде. А море, волнение, потом надо как-то менять обстановку. Кроме Даниила, в Анапу приехала целая команда из Воронежа. Всего в городе-курорте гостят 10 участников фестиваля «Черноморская осень». По оценкам организаторов, это уже результат, потому что сам по себе парадайвинг – явление достаточно новое. В первую очередь дает это социальное развитие, развитие человека с ограниченными возможностями. То, что он может выбраться из своего дома, приехать в Анапу, заняться своим любимым делом. И все-таки получить ценный опыт, опыт, который мы уже в течение 8 лет нарабатываем. Евгений Дедюкин кормит с рук черноморских рыб. На дне размещены различные предметы, чтобы было интересно. Пространство под водой как бы сжимается. Расстояние, которое на земле можно пройти за минуты, преодолевается примерно полчаса. Дайвер приехал из Воронежа, и это его первое погружение в открытый водоем. Эмоции переполняет на самом деле, даже не могу славу подобрать, объяснить сложно. Тут, когда по поверхности ходишь, ты все равно ограничен. Когда в воде ты чувствуешь полную свободу, хочешь вверх, вниз, влево, вправо, абсолютно куда угодно. Полная свобода, как полет. Тут даже не описать, надо испробовать. В планах организаторов постепенно расширять географию фестиваля. Кроме того, формировать команду из его участников, чтобы попутно захватывать еще и соревнования на открытой воде. В этом году уже провели такой эксперимент, и он оказался удачным. Так что домой дайверы вернутся не только с впечатлениями и новым опытом, но и с наградами.